Маймум Наслаждаясь и радуясь о пище духовной. Святой Анин ежедневно издалека носил питьевую воду. Однажды он вернулся с полными кувшинами ранее обыкновенного, ибо ангел наполнил сосуды водой. Старец Маймум понял, что его ученик достиг высокого духовного совершенства и просил святого Анина быть его наставником. Но тот по своему смирению отказался. Стал Анин жить в пустыне один. Постоянными подвигами он сумел победить в себе все страсти и удостоился дара исцелений и прозорливости. Даже дикие звери повиновались и служили ему. Со временем вокруг него собралось несколько учеников. Однажды пришли к святому несколько людей и попросили его утолить их жажду. Положившись на помощь Божью, преподобный послал одного из учеников к высохшему колодцу. Чудом Божьим колодец доверху был наполнен водой, и ее хватило на много дней. А когда вода кончилась, святой не дерзнул снова просить помощи Божьей и стал сам по ночам носить воду из Ефрата. В другой раз преподобный чудесным образом прозрел, что один монах-столпник, подвязавшийся неподалеку от него, решил сойти со столпа, чтобы пожаловаться на разбойника, который одолевал его. Святой Анин написал ему письмо, наставляя не делать задуманного, и прирученный лев доставил послание, которое образумило монаха. Так, помогая людям, исцеляя их, наставляя их, спасая их, святой Анин дожил до ста десяти лет, и, предсказав свою кончину, с миром приставился ко Господу, удостоившись пред смертью иметь беседу с явившимися ему в видении святыми пророками Моисеем, Аароном и Ором, призывавших его в Царствие Небесное. 26 марта. День памяти преподобного Анина Монаха.